Мир вам! Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем такое великое событие сошедшего Святого Духа в нас, учеников. И тут Господь поможет нам быть внимательными, принимать истины, размышлять и быть открытыми для действия Святого Духа. Мы помолимся. Господь Небесный, Господь наш, мы сегодня благодарны Тебе, и придавал им еще этот день на земле. Так давно, когда там ученики собрались, все ожидали. Приди глазами, приди взором, был вознесшийся на небо, и они ожидали обещанного. И когда они получили, когда Дух Святой сошел, было нечто новое. Для многих из нас, и сегодня это загадка, для многих из нас сегодня это вопросы, и мы просим Тебя, ответь сегодня на наши вопросы. И даруй нам знать истину о том, кто сошел, кто пришел, иди ему место. Каждое сердце открой, сделай нас внимательными сегодня, чтобы не напрасно проходили, не напрасно были, чтобы не оказаться соломой, которая будет сожжена, когда будет собрана пшеница. Помоги пшеницей сокровищейся Твоей. Благослови каждого из нас, Горбыша. Глаз и братьев, под передающих Слово Горб. И каждое сердце сегодня будет празднованным принятийственным Твою. Аминь. Отец и Сын, и Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Отец и Сын, и Дух Святой, Сын, и Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Сын, и Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Сын, и Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Сын, и Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Сын, и Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. И Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Дух Святой, мы будем в нашей песне сейчас обращаться к Троице Божественной. Всем яви свое величие и развлечи наши пути, наши дела. Чем друг твою я вас пою песни своей, пусть поют небеса и земля. У нас сегодня праздничное собрание, мы сегодня празднуем день сошествия Святого Духа и, иногда еще говорят, что это день рождения Церкви. Тема Святого Духа, она очень большая тема. Я посмотрел в один справочник, там были описаны те моменты, которые выполняет Дух Святой. Там было несколько страниц, несколько разделов. Это все было очень подробно, очень много. И кажется, как глубоко, как мало мы знаем, как мало я понимаю, как мало я представляю. Знаете, тема Духа Святого, она нам кажется, может быть, иногда очень понятной. Но на самом деле, если мы начнем думать и уникать, то мы поймем, что мы очень мало понимаем, очень мало знаем. И что-то тема мы видим очень глубокая, и нам еще очень-очень изучать и изучать. Знаете, но эта тема, она является очень практичной темой. Тема Духа Святого, хотя она очень исследована верующими, но на самом деле она является очень практичной темой. И знаете, в нашей жизни мы все хотим результатов. Мы хотим, чтобы церковь достигала результатов, чтобы в церкви были новые, покаявшиеся, чтобы мы крестили много людей, мы хотим, чтобы наши дети приходили к Богу, мы хотим, чтобы менялось наше общество, мы хотим, чтобы наша страна менялась, наш город менялся. Мы хотим, чтобы что-то происходило, мы хотим, чтобы кто-то исцелялся, и мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни, чтобы Бог действовал в жизни верующих. И знаете, на этом эта тема является очень практичной. Тема Духа Святого, она именно говорит об этих моментах, именно задавит такую очень конкретную, практичную жизнь верующего человека. Я хочу прочитать один текст, который записан, Деяния Апостола, 4 глава, с 8 стиха, мы прочитаем. Я, совсем маленький, я тревогу прочитаю. Это событие происходит, когда Петр и Иоанн пристали перед Симметрионом, они их арестовали, их привели, и Петр говорит свои слова. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа, и так далее. Я хотел всего маленького отрыва. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал имя. Если дальше мы бы читали эту речь, знаете, то она наполнена силой, она наполнена, знаете, во-первых, Петр, кем был Петр? Мы помним недавно, совсем недавно еще, да, может быть, несколько недель назад, этот Петр, после того, как Иисус Христос оказался в охробе, и они не знали, что дальше делать, Петр говорит опять, иду ловить рыбу, он опять, знаете, толкает других к чему-то такому. Знаете, Христос до этого призывал его, три года назад Христос призывал идти ловить человеков, приводить людей к Христу, а тут Петр уже забыл просьбу Иисуса Христа. То есть Петр очень горячий был, очень быстрый, погода Петра, она очень быстро всегда менялась, и здесь он уже моментально, знаете, мог быть одним, и через полчаса уже быть совершенно другим, в памяти, как предательство Петра было. Но, исполнившись, как здесь написано, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, дальше у Петра идет очень сильное слово, Бог дает ему силу слова, и он говорит сильнейшие слова, мы с 10 стиха даже будем читать, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распылили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, он из камень, пренебреженный вами, издевающими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Но начало, знаете, всей этой силы, начало всех этих сильных слов, начало было то, что Петр, исполнившись Духа Святого, я хотел обратить именно на этот момент внимание. Знаете, за исполнение Духом Святым мы, наверное, иногда встречаем в Новом Завете эти слова, я почитаю, Евангелие 2, 4 глава, 1 стих, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом Пустыня. Мы видим, что снова, здесь речь идет уже о самом Иисусе Христе, Иисус, исполнившись Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом Пустыня. Что же такое исполняться Духом Святым? Что же такое, знаете, эти слова означают для нас сегодня? Знаете, иногда мы часто эти слова сравним с тем, что мы наливаем воду в бутылку, да, она была наполовину полная или наполовину пустая, потом мы наливаем туда воды и наполняем эту бутылку. Но на самом деле Духа Святого мы получаем полностью в момент нашего покаяния. Если наше покаяние настоящее, то мы исполняемся Духа Святого именно в этот момент, когда мы становимся и Дух Святый делает нас новым человеком, новой природой. Исполнение дальше. Что же это такое, что эти слова означают? Знаете, исполнение, можно сказать так, это подчинение. Знаете, мир, общество, школа, неверующие родители учат по-другому. Если бы мы, если бы мы, если мы не будем знать назначение и работу Святого Духа, мы также будем учить неправильно, и будем учить по-другому. Знаете, современное общество, оно учит каждого молодого человека быть первым. Современное общество учит каждого быть выше других, быть лучше, быть круче, быть способней, быть первым, быть выше всех. И современное общество предлагает много инструментов для того, чтобы быть лучше. И мир, и бизнес также создал очень много тех инструментов, которые помогают людям исполнить желание быть лучше, быть круче, быть сильнее, превосходить всех остальных, иметь больше знакомых. Но Библия учит совершенно противоположному. Луки 14 глава, 10 стих, 11 мы прочитаем. Но когда звал, будешь, то ты садишь на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится. Знаете, мир учит быть первым, а Иисус Христос учит быть последним. То есть, полная противоположность. И нам нужно понимать, что, знаете, исполнение Духом Святым, это подчинение себя, это то, что я должен становиться меньше, я должен становиться незначительнее, я должен становиться последним, и тогда Дух Святой может использовать мою жизнь. Мы видим, как в словах Петра, тоже, да, Петр, исполнившись Духа Святого, и дальше мы видим историю из-за Иисуса Христа, когда Иисус Христос исполнившись Духа Святого, и дальше мы видим, после вот этого момента идут результаты, после этого момента идут плоды и у Петра, и Иисуса Христа идут какие-то дела, идут дальше водительство Духом Святым, дальше Бог выполняет свою работу. Знаете, Иисус Христос для нас также стал примером, в тот момент Он был Богом, в тот момент Он был также полностью человеком, поэтому вот этот пример, именно, что Иисус Христос исполнил Духа Святого, возвратился от Иордана, поведет, был духом в пустыне. Знаете, мы как верующие всегда ищем ответов, как нам поступать, как нам поступать в той области, какие нам решения принимать, как нам правильно поступать, мы хотим правильно, знаете, в семье своей поступать, мы хотим, иногда мы серьезными решениями оказываемся, нам нужно выбирать какой-то путь в жизни, нам нужно помогать выбрать нашим детям правильный путь в жизни, нам нужно подсказать нашим детям, научить их тоже правильно выбирать в жизни. И, знаете, Иисус Христос, написано здесь, исполнен Духа Святого, и дальше Дух Святой его ведет. Он на тот момент он повел его, знаете, как это было после крещения, он повел его не в какие-то хорошие места, а Дух Святой повел его в пустыню для искушения, для испытания. И, знаете, когда мы доверяемся Богу в нашей жизни, то Бог ведет нас особенным путем. Знаете, когда мы говорим о благословениях, да, мы не знаем, что такое благословение, мы не знаем, что такое хорошо для нас, мы не знаем, много денег или мало денег, это хорошо для нас, мы не знаем, какой дом лучше для нас, мы не знаем, знаете, какая работа будет лучше для нас, может быть, и эта работа кажется намного лучше, намного полезной, намного вышеоплачиваемой, и мы думаем, что это хорошо, Но иногда благословение – это совсем противоположное. И знаете, когда мы проживаем жизнь, и если мы имеем благословение, мы можем посмотреть на нашу жизнь и можем сказать «Да, действительно Бог устраивал это, действительно это была рука». И были те моменты, когда Бог что-то давал, и были те моменты, которых очень много, когда Бог просто чего-то не давал, когда Бог где-то ограничил, когда Бог тормозил, придерживал. И знаете, в жизни верующих нам нужно понимать, что нам очень важно водительство от Духа Святым, чтобы все эти решения наши были правильные, чтобы наши решения в нашей жизни были наполнены силой. Мы хотим нашей семье, нашей семье, мы хотим, чтобы наши дети выросли верующими, чтобы наши дети были членами Церкви. И мы понимаем, что это важно, и мы стремимся сами к спасению, к вечности. Но мы только тогда будем иметь силу, когда мы будем исполняться Духом Святым. Но знаете, исполняться Духом Святым – это даже не просто такое пожелание, что нам сегодня хорошо исполняться Духом Святым. И давайте так делать. По Ефессе, на 5 глава, 18 стих, эти слова записаны как повеление. Здесь такие слова. «И не убивайтесь вином, от которого убывает распутство, но исполняйтесь Духом». Это слова являются повелением. Повеление – это то, что если мы читали нашу Библию, если мы увидели этот текст, и мы поняли, что это сказано для нас, то нам нужно, когда мы закроем нашу Библию, идти и выполнять это повеление. И Бог повелевает нам жить такой жизнью, и тогда наша жизнь будет благотворной, и тогда наша жизнь будет презентативной. Исполняться, жить повелением Духа Святого, подчиняясь власти Слова. Я хотел колоссально вот эти глава 16 стихи еще последний предсчитать. «И Слово Христово-то вселяется в вас обильно». Знаете, когда Слово Христово вселяется в нас обильно, тогда Дух Святой может делать нашу жизнь благотворной. Тогда, когда есть Слово Божие в нашем разуме, тогда Дух Святой может использовать это Слово, и Он может менять нас, Он может менять нашу семью, Он может менять наше окружение. И это ведет продуктивной христианской жизнью. А сейчас мы встанем на наши ноги, и мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что дал нам возможность сегодня быть вместе. Благодарим Тебя за этот праздник. Дай нам, Господи, понимать работу Духа Святого правильно в нашей жизни. И дай, Господи, чтобы наши жизни были наполнены настоящими результатами. Так, чтобы, Господи, мы исполнялись Духом Святым, и наша жизнь несла результаты в наших семьях, в нашей церкви, и везде, Господи, где мы находимся, дал нам быть. Ты благослови наше служение сегодня дальше, благослови проповеди, благослови пение, благослови наши святы, чтобы мы готовы были принимать Слово Твоё, чтобы оно меняло нас. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Этот опрос я сделал в своей церкви. Он говорит, я увидел о том, что год за годом мы провозглашаем о том, что этот праздник он наш, но верующие люди, они ничего не знают о личности Духа Святого, они ничего не знают о том, как Дух Святой действует в их жизни, они ничего не знают об исполнении Духом Святым. И вы знаете, я хотел бы прочитать сегодня место Писания, это Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стих. 37 по 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И вот мой вопрос сегодня, братья и сестры, звучит ко мне и каждому из нас. Друзья, у нас с вами сегодня текут вот эти вот живительные реки из чрева. Действительно ли люди, мы видим это в нашей жизни, действительно ли люди, которые нас окружают, они видят эти живительные реки, которые оживляют и несут жизнь? Или может быть из моей жизни исходят на оборот, знаете, смертоносные реки? Мы настолько с вами должны быть внимательны к этому вопросу, потому что в нашем мире сегодня огромное количество подделок. Мы вообще живем с вами в мире подделок, то есть все вот выставляется, добро выставляет зло, выставляется как добро, подделывается счастье, да, оно как-то вот тоже сегодня, оно не так выставляется. Люди, молодые люди часто не имеют понятия, что такое счастье, непонятно, что такое может быть счастье в Господе. И точно так же сегодня вот то, что приписывают Духу Святому, зачастую является подделкой. Знаете, самые популярные, наверное, сегодня христианские книги, это когда говорится о том, как действует Дух Святой. Мы очень часто с вами видим очень разные афиши, когда приезжает какой-то известный проповедник, и написано о том, что мы, вот, разрушение родовых проклятий, да, или о том, что мы изгоняем там бесов, да, или еще что-то. И Духу Святому очень много приписывается того, чего Дух Святой не совершает. И вы знаете, вот та древняя римская пословица о том, что людям нужно всего лишь чего? Зрелища и хлеба. Людям хочется об этом говорить, хочется говорить о том, как Дух Святой очень мощно действовал в истории. Мы любим распечатать о том, как Дух Святой действовал в Первой Церкви, да, вспоминать и чудеса, может быть, исцеления, которые совершали апостолы. Но на самом деле, вот эти вопросы, они заставляют нас с вами заглянуть внутрь своего сердца. Потому что, когда мы изучаем из Писания, когда мы задаем эти вопросы, и начинаем изучать этот вопрос из Писания, а вопросы, они и заставляют нас с вами углубляться в Божие Слово, то мы находим там о том, что Дух Святой, это Дух Святости. И сразу встает вопрос, а какая моя жизнь? Мы начинаем познавать о том, что Он является Духом Истины, о том, что Он Дух Любви, Он Дух Мира, Он Дух Кротости. И вы знаете, тогда начинаешь смотреть и становится больно от того состояния, а действительно ли Дух Святой вот имею я в своей жизни плоды. Нам нравится читать о Стерджине, нам нравится, может быть, читать о Тарее, нам нравится читать о разных Божьих людях, когда Дух Святой уникально через них действовал, когда тысячи людей каялись. Но что Дух Святой сегодня производит в моей жизни? И текут ли эти живительные реки сегодня для других людей? Я думаю, что многие из нас слышали такой пример когда-то вот о стакане, и о том, что вот Бог дает, знаете, как-то вот Духа Святого одному дал больше, другу меньше, да, кого вот как наполнят. И мы можем сказать, ну вот да, те мужи не обладали такой силой, да, конечно, там Моисей, да, Давида не обладали этой силой, но я всего лишь вот прихожанин церкви. Я, может быть, ничем не приметный, и я где-то вот успокаиваюсь в этом, я сам себе, сам себя уговариваю о том, что это нормальное состояние. Но Божье Слово говорит совсем по-другому. Иоанн 3 глава, 34 стих, говорится о том, что Бог, Он не дает меры Духа Святого. Братья и сестры, когда мы понимаем о том, что в нас живет Господь, и вопрос только того, насколько я подчиняю себя Ему, насколько я Богу даю действовать в своей жизни, да, может быть, этот стакан, но он заполненный просто моей суетой, чем-то непонятным в моей жизни, и Бог не может действовать. Но Бог говорит о том, что Он не дает Духа Святого меры. И поэтому каждый из нас может быть этим великим человеком, если мы в страхе Божьем покоряем свою жизнь Иисусу Христу. Когда-то Господь через коробу Михею во 2 главе сказал народу Израиля в 7 стихе, он называющийся домом Иакова. И дальше Господь говорит, разве умолился Дух Господень, таковы ли действия Его неблаготворными словами для того, кто поступает справедливо? Бог сегодня вновь напоминает каждому из нас о том, что неужели Дух Господень молился, неужели Дух Господень сегодня не может точно так же действовать, как действовал 15 веков назад, как 2 века назад, или, может быть, еще более длительное время. Господь говорит, я точно так же могу сегодня действовать через вас. Вы знаете, на этой неделе я читал книгу числа. Книга числа, вот там в 5 главе есть интересная история. Есть интересная история, когда Господь дает повеление выслать людей, которые были с проказа или с какой-то нечистотой застал. И меня эта история привлекла, и я думал, ну интересно, когда человек имеет какие-то духовные проблемы, его нужно приближать как-то к Господу, быть ближе вот там к Скинии. А Господь говорит, нет, ты должен вызвать этих людей вот из трех станов. Первый стан – это вот там, где была Скиния, второй стан был Левитов, и третий стан – это уже израильский вот этот вот народ. И интересно другое. Знаете, я прочитал очень много разных комментариев о том, что когда народ вышел из земли Египетской, у них не было болезни. У них не было болезни. Мы читаем о том, что у них нога не опухала. Помните, да, у них обувь не рвалась, у них одежда не ветшала. И вот комментаторы говорят о том, что те болезни, которые были тогда в израильском народе, они несли духовную, да, духовную такую, духовное основание. То есть тот человек, который был, он имел вот эти вот истечения, у него была нечистота в моральном плане, да, и Господь говорит выслать. Когда в шатре или где-то поселялась плесень, это говорило о том, что человек что-то утаил. И когда приходил священник, он говорил, нужно все вынести из этого шатра, нужно все вынести из этого дома. И это все делалось на обзоре людей. Вот та вещь, которая была спрятана и украдена, это делалось явным для народа. И интересно о том, что они говорят, что та проказа, вот та царат, еврейское слово, она появлялась на людях, которые имели в своей жизни злословие. Которые имели нечистые уста, которые лгали. Помните, такой случай был с сестрой Моисея, когда она начала наговаривать на своего брата, появилась проказа, и было повеление вывезти ее из стана. Или мы можем в дальнейшем вспомнить потом Геезия, который также сказал пророку неправду, и он покрылся проказой. И вот Господь дает такое повеление этих прокаженных, выщите за станы. Господи, а почему их выслать за станы до того момента, пока они не получат исцеления? А в чем было исцеление этих людей? А исцеление было только в одном. Исцеление было в покаянии. Когда человек уже оказывался вот там, в пустыне, где ему не на кого было говорить, где ему некого уже было винить, где уже не был виноватый, может быть, царь, или, может быть, в наше время президент, или власть, не на кого говорить. И вот там, в одиночестве, находясь один на один с Господом, человек начал задавать вопросы. Человек начинал заглядывать внутрь своего сердца. А может быть, эти проблемы из-за меня? А может быть, Господь поразил меня, потому что нечистота именно в моем сердце? И этот человек совершал покаяние. Число 5, глава 1, 2 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Повелись и нам Израилем, выслать из стана всех прокаженных, и всех именирующих истечения, и всех осквернившихся от мертвых». Я думаю, что порой Господь в нашей жизни напускает вот такие вот ситуации, когда нам нужно остаться наедине, когда нам нужно остаться молитвенно и задавать вопросы именно к своему сердцу. Господи, а что вам со мной, что с моей жизнью не в порядке? Вы знаете, когда я вот, подходит этот праздник, я перечитывал многие места писания, которые говорят о Духе Святом, о его действии в жизни человека. Вновь и вновь вот это место, Галатам, 5 глава, 22-23 стих, они, знаете, они меня приводят всегда в смущение. Когда я задаю вот по каждому пункту и лично к себе вот эти вот вопросы о том же, плод же Духа, Духа Святого в моем Духе, да, в моей жизни. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы знаете, как бы хотелось видеть вот эти вот плоды в своей жизни? Возможно, заглядывая внутрь своего сердца. Почему так не хочется туда заглядывать? Потому что там мы можем увидеть антипод. Мы вместо радости можем видеть уныние, или может быть даже депрессию. Вместо любви и мира мы можем видеть где-то раздражение, где-то непримирение, непринятие другого человека. И тогда возникает этот вопрос, действительно ли я даю Духу Святому сегодня действовать в своей жизни. Интересно о том, что жизнь с Духом Святым, она начинается всегда с возрождения. Не может без этого быть, без жизни с Духом Святым, без покаяния, без обращения, без воскресения духовного. И действительно, когда-то вот к Иисусу Христу пришел, и Никодим, это записано в Евангелии Атеана, 3 глава, 2 и 3 стих, этот учитель Рая пришел и говорит, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». А Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Пекатый стих. Иисус отвечал, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Небесное». Это одно из величайших чудес, которые совершает Бог Святой. Это удивительно, когда люди, которые были погибающими, Бог их возрождает, и когда Он делает из алкоголиков прекрасных родителей, когда бывшие наркоманы становятся слушателями, когда восстанавливаются семьи, когда в семье возвращаются дети и начинают правильные отношения со своими родителями, Дух Святой, Он восстанавливает все то, что грех разрушил в жизни. Но вы знаете, удивительно о том, что покаяние и возрождение, они всегда начинаются с сокрушения. Они всегда начинаются с сокрушения, в осознании себя погибшим грешником, погибшим человеком. Возрождение начинается, братья и сестры, со слез. И действительно, это истина, мне порой кажется, она сегодня, она забывается. Нам порой так хочется минуть как-то вот эту вот ступень. Порой мы так с вами переживаем о том, чтобы человек покаялся, мы так его призываем, а человек по своей природе, он эргоистичный. И действительно, он думает, а почему бы мне не принять вот того, кто предлагает мне рай, того, кто предлагает мне любовь, но без осознания своей греховности нету покаяния. К Иоанну при Ордане когда-то приходило очень множество людей. Матфей описывает в своем Евангелии в 3 главе, в 7-8 стихе, это так. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущий к нему креститься, сказал им «По рождение Ехинины, кто внушил вам бежать от будущего днева, сотворите же достойный плод покаяния». Посмотрите, идут к нему книжники, и нужно было бы возрадоваться, это люди, которые обладали политической властью, идут каяться, идут к нему. А Иоанн говорит такие странные слова. «Он говорит, отойдите от меня, вот змеиные дети, сотворите достойный плод покаяния». Вы помните первая проповедь, когда сходит Дух Святой? Первая проповедь Петра, какое это имело действие на людей? Это записано в Деянии 2 глава, 37-38 стих. «Услышав это, они умерились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас в свое имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Услышав это, они умилились. Вы знаете, вот это вот слово «умилились» были сокрушены, были пронзены, рыдали, можно сказать, о своих грехах. Знаете, когда я читал историю протестантизма, то в XVIII веке, начало XIX века во многих церквях описывают о том, что были комнаты плача, их так называли, комнаты плача и скамьи рыдания. Когда человек, который был обличаем Духом Святым в своих грехах, он мог прийти в церковь, он мог зайти в эту комнату, сесть на эту скамью, может быть, на первую скамью и рыдать о своем состоянии, рыдать о своих грехах, которые Дух Святой его обличал. Вы знаете, когда я это читал, я думал, братья и сестры, а где сегодня у нас с вами эти комнаты плача и скамьи рыдания? Есть ли они сегодня в нашей жизни, действительно ли Дух Святой производит эту работу? Когда я читаю Писание, Бог меня обличает, когда я читаю жизнь Иисуса Христа и вижу свое несоответствие, действительно ли я удаляюсь от всего и наедине с Господом, вот там, в пустыне, куда он меня выходит, я плачу и сокрушаюсь о своем греховном состоянии, тем самым давая место Богу Святому работать в моей жизни. Братья и сестры, Дух Святой, Его работа, Он всегда будет указывать на Иисуса Христа. От первой страницы до последней страницы Писания Он нам будет показывать Иисуса Христа. И в храмовом служении, и в жертвах, которые приносили, и послание к евреям, оно нам раскрывает эту картину. Все жертвы, они указывали именно на личность Иисуса Христа. Послание к Адосинам говорится о том, что все создано им, для Него, да, то есть Он является центром и жизни, Он является центром Писания. И вы знаете, Дух Святой, Он не даст нам никакой покоя. Он не даст нам покоя, если мы не преображаемся нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих. Утешитель же Дух Святой, которого вошнет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Послание к Ефесианам, Павел пишет, 1 глава, 17 и 18 стих, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрость и откровение к познанию Его и проследил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследие Его для святых». Действительно, я вижу в своей жизни сегодня это неутомимое желание познавать Господа и преображаться в Него. Вы знаете, братья и сестры, есть очень хорошая пословица, она мне очень нравится, «Если сегодня, как вчера, то зачем завтра?» «Если сегодня, как вчера, то зачем завтра?» «Если я сегодня не стал более близким, более преображенным в Иисуса Христа, то для чего мне завтрашний день?» «Если в моей жизни, в моем характере ничего не изменяется, то действует ли действительно Дух Святой в моей жизни?» «Может быть, пусть станет это кредо, но для нашего с вами следования за Христом, если сегодня, как вчера, то зачем нам с вами завтра?» «Вы знаете, Дух Святой, одно из его еще действий, не очень много, очень обширная его работа, он специалист во многих областях, но удивительно о том, что он нас подчиняет Господству Иисуса Христа. И он делает это ненасильно, потому что, познавая Иисуса Христа, мы начинаем им восхищаться, он захватывает всю нашу жизнь, он делает это в нас с вами, он делает желанным. И поэтому первое послание к Олимпианам, 12 глава, в 3 стихе апостол Павел говорит, «Поэтому усказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Никто не может назвать Господом, да, Адонаем, да, или здесь Кюриос, это слово стоит, никто не может назвать Иисуса Господином в своей жизни, если не будет производить Дух Святой работу в его жизни. Написано еще первое послание Петра, первая глава, первый и второй стих. Говорится, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянных в Гонтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранных по предвидению Бога Отца при освящении от Духа, и посмотрите, какое дальше идет слово, к послушанию, от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир до множества. Удивительно, Дух Святой указывает на Иисуса Христа, Он нас с вами подчиняет Иисусу Христу. Братья и сестры, пусть может быть вот эти вот вопросы, подумайте о том, что в вас живет тот же самый Дух, который жил в Моисее, в Ильи, в Гидионе, в Араке, во всех тех героях веры. Вы знаете, когда-то один молодой человек, он зашел в один бар, там, где был разврат, и вот он зашел туда и потом подумал о том, что если бы моя мама, она увидела, в каком месте я сейчас нахожусь, то ее сердце бы не выдержало. И мы с вами живем, и мы всегда должны помнить вот эту истину. Над нами есть око нас видящее, есть ухо нас слышащее, и есть книга, в которой записываются наши дела. И пусть действительно вот до места послания Ефесиана, 4 глава, 30 стих, мы будем идти вот с этим местным писанием за Иисусом Христом и не оставляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Аминь. Хранит нас, Господи, снится и святой, пустыням на данном пути. Пусть гребен с небесшей боль подой и милостью посвятит. Пусть гребен с небесшей боль подой и милостью посвятит. Хранит нас, Господи, снится и плодой, страданье с нами не уйдут. Ты, светлый лицом и теплодой, несок ты с нами боль. Ты, светлый лицом и теплодой, несок и с нами будь. Храни нас, Господи, с небесшей свободой, и милостью обради. Пусть гребен с небесшей святой, пошлет покой святой, святой, что ждут впереди. Пусть дуба святой, пошлет покой, святой, что ждут впереди. и твой. Chi велики, боже, но это не Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Истина Твоя так на влако, Сила Твоя ищу весь, Слово Твое, Эрон. Милость Твоя, да не весь, Истина Твоя так на влако, Сила Твоя ищу весь, Слово Твое, Эрон. Твоя любовь, как свет в ответ, Для любящих Тебя, Устреная звезда на заре, Ведущий к истине всегда. Милость Твоя, да не весь, Истина Твоя так на влако, Сила Твоя ищу весь, Слово Твое, Эрон. Милость Твоя, да не весь, Истина Твоя так на влако, Сила Твоя ищу весь, Слово Твоё, Эрон. Милость Твоя, да не весь, Истина Твоя, Юрий, Истина Твой, Эрон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Праздник, как мы называем праздник, когда мы вспоминаем сошествие Святого Духа на учеников, это особенный день. Особенный день потому, что он касается всех нас. Я хочу сегодня вместе с вами прочитать не вторую главу Деяния Апостола, потому что мы ее знаем, читаем, описано событие того дня, когда сошел Дух Святой. И она очень прекрасна, эта вторая глава Деяния Апостолов, потому что начинается с того, что ученики собраны, а потом в конце их прославляет народ за их новую жизнь. Люди удивляются, к ним присоединяются, они привлекли новую жизнь в своей круге людей. И в Володе появилось 3000 совершенно новых людей. Они уверовали, они приняли крещение, они присоединились, и образовалось новое общество, которое мы называем, и Дух Святой называют Церковь. Я хочу вместе с вами прочитать то, что нас с вами также будет касаться, то, что ближе к нам, в практике нашей жизни, потому что тема очень важная. Деяние Апостолов, 19 глава, первые три стиха, деяние 19, с 1 по 3. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, по прошлых верхней страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников. И сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавших? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, вот что же вы крестились? Они отвечали, вот Иоанново крещение. Это первое место, и второе место мы прочитаем послание к римлянам, 8 глава, с 9 по 16 стих. Послание к римлянам, 8 глава, с 9 стиха. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для правильности. Если же Дух, то Бог, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела, Духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умирщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, в направлении Духово усыновления, которым взываем Абла Божиим. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Братья и сестры, эти два местописания, которые мы прочитали из Деяния Апостола, книга Деяния Апостола, это, скорее всего, книга Деяния Святого Духа. И апостол, Павел, когда прошел битвес, он нашел верующих людей, которые принимали крещение, которые собирались. Он с ними встретился, и в него возник вопрос. Почему возник, не знаю. Чем он заметил, как он заметил. Мы пели последний, зову вам вместе. Он нас сделал родными. Может, он заметил, что они между собой не очень родные. Может, заметил, нет у них силы контролировать слова. Почему-то он заметил. Потому что Дух Святой, он себя проявляет. Он имеет нечто. И вы помните, братья и сестры, обещание, которое дал Иисус Христос перед Своим Вознесением. Деяния Апостола, первая глава, восьмой стих. Иисус Христос о том Духе Святом, который придет, Он сказал нечто очень значительное, касающееся учеников. О, мол, должно сегодня касаться нас. Он сказал, но вы, будьте внимательны, но вы примете силу, тогда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Иисус Христос сказал о Духе Святом очень гордко, чтобы когда Дух Святой будет в сердцах учеников, когда Он сойдет, то вы примете силу. Друзья дорогие, и вот прошло уже очень много времени. Ну, 19 веков с лишним, да, прошло после этого дня. В 19 столетии народ Божий тогда принял силу, тот день. Вы знаете, что вопрос силы сегодня – это самый главный вопрос. Зачем человек на работе, если у него нет силы? Если я во время работы заболел, то я отпрашивался. Я говорю, у меня нет сил сегодня работать. Бессильный работник, но не он не работает. Человек, который без силы, он ни в спорте, ни в чем не принесет пользы, если у него нет силы. Но что интересно, друзья, вопрос силы очень важный. Книга Пропорка Даниила. Двенадцатая глава, седьмой стих. Двенадцать седьмой. Вы читали. «И слышал я, как муж в длинной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим над Божьей, что к концу времени, к концу времени, и по времени, и по совершенному в низложении силы народа святого все это совершится». То есть события будут подходить к концу, и вот к концу будет совершенное в низложении силы. То есть народ Божий абсолютно потеряет силу. И туда конец. Мы говорим в последнее время. Мы говорим о том, что уже скоро придет Господь. Друзья дорогие, Вас волнует вопрос силы или нет? Меня волнует. Если в нашей церкви девятнадцать лет ходит молодой человек и до сих пор не покаялся, у нас нет силы. Силы молитвы нет. Если кто-то семь лет ходит, сидит и до сих пор не покаялся, у нас нет силы. Если люди, которые не отпущены, совершенно не беспокоятся о восторглении в церкви, у нас нет силы. Они тут погибли, отмучены. А мы бессильны молиться о них. Друзья дорогие, книга «Откровение» 3 глава 8 стих ангелу филадельфийской церкви. То есть ангелу филадельфийской церкви. Филадельфия – это церковь, которая придет к моменту взятия церкви. И в Агитии – две церкви, два состояния придут к моменту взятия церкви Христом. И вот сказано в филадельфии, лучшей церкви, смотрите «Откровение» 3 глава 8 стих «Знаю твои дела. Вот я отворил предтовую дверь, никто не может затворить ее. Ты, обратите внимание, ты немного имеешь сил. И сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Бог, ты немного имеешь сил. Ты слово сохранил. Ты даже дошел вот до этого момента, что скоро Господь возьмет церковь свою. Но ты немного имеешь сил. Друзья дорогие, проблема не в том, что Бог стал бессильным. Проблема не в том, что Дух Святой теперь уже знаете, но уже Он выработал себя. Проблема не в нем. Проблема в нас. Мы привыкли жить без силы. Мы привыкли удовлетворять себя чем-то, что заменяет нам жизнь силы, жизнь свидетельства, жизнь победы. Мы привыкаем к этому. Порой мы даже не замечаем, что силы нет. Книга Судей, 16 глава, 20 стих. Книга Судей, 16-20. Она сказала, филистинляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Вы помните эту историю? Братья и сестры, вы помните книгу Судей? Эту интересную, эту поучительную историю Самсона. Человека сильного, который мог ворота города вынуть и повезти. Который только посленной челюстью многих противников мог убить. Был непобедимый. Любые веревки разрывал, какими бы ни пытались его освежать. Но вот однажды во время его сна его лишили силы. И когда ему сказано было враги и дуну, он сказал, пойду, как и прежде. И что получилось? Враги связали его и выдавали ему оба глаза. А потом этого штрепца некогда сильного заставили молоть на жерновах врагов. И он им молол. Молол им хлеб. Руку в Никлашу варили потом. А он молол. Без глаз, без силы, некогда сильный, помазанный Богом для того, чтобы победить врага, оказался бессильным. братья и сёстры. Когда мы читаем все эти места и размышляем, проблема где он был, о том, что он не с нас. Когда пришёл опознав Павел в Ефес, и там нашёл людей, верующих, познакомился с ними, и в него возник вопрос. Приняли ли вы Духа Святого уверовавших? Они говорят, а мы и не слыхали такого. Это была не их проблема. Потому что их ещё не научили. Потому что истина в полном объёме до них не дошла ещё. Они готовы были принять. Они готовы были покаяться. Они готовы были измениться. Они готовы были принять. Мы видим, что они приняли потом. Но почему у апостола Павла возник вопрос. Приняли ли вы Духа Святого уверовавших? Они приняли крещение Иоаннового. Крещение Иоаннового крещения покаяния. То есть они уверовали в Бога. Они поняли, что они крестники. Они поняли, что нужно креститься крещением покаяния. Крещением покаяния. И они крестились. А силы не было. Ведь братья и сёстры, Дух Святой Он имеет определённые качества. Отец Небесный, когда мы читаем Библию, Отец, Бог Отец, Он сотворил Вселенную, Он сотворил Землю, Он сотворил всё, что на Земле. Он руководит миром. Его Простовы лучше всех и всем управляет. Его Сын, имея Божественные свойства Небесные, воплотился и стал нашим Спасителем. Его функция была умереть за нас на кресте. Христос умер за нас на кресте. Он отдал себя. И мы спасены вероятно в Иисуса Христа. А Дух Святой Брати, всё его цель, его задачи. Христос говорил, я пошлю называть его утешителем. Мы имеем несколько мест в Писании его качества. Вы знаете, какие люди ведут себя, как поступают, как говорит человек до уверования. Видели, да, неверующих людей? Некоторые сами были неверующими. Некоторые пришли в возраст, не все имели счастье вырасти в христианской семье. Ну, Ефесянам вторая глава первая третий стиха. Послан Ефесянам спасибо. Послан Ефесянам вторая глава первая третий стиха. И вас мертвых это о человеке неверующем. Вас мертвых по грехам и преступлениям вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира всего, по воле князя, распорствующего в воздухе Духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плоским богатям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Характеристика. Четвертая глава Ефесянам 17, 18, 19 стихи. Вот характеристика человека, который вообще не знает Бога. По всему говры заклинают Бог, куда на что-то более не поступали, как поступают прочие народы, по сугедности ума своего. Будучи помраченным разумом, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и жесточения, сердца их. Они доглядывались чувстве, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Это характеристика человека неверующего, человека грешного. Так, 4 глава 20, 21 и 22 стихи. Смотрите. Но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о нем и в нем научились так как истинное Иисусе отложить прежний образ жизни бедного человека из стивающего обосудительного бога. Иисусе 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 все все в жизни перекручено и человек идет погиб потому сегодня мир страдает потому сегодня в мире так много детей брошенных потому в мире так сегодня много тех которые опустились так много спившихся так много наркоманов так много алкоголиков так много в этом мире людей которые идут на дно стремительно идут на дно мир погибает братья и церковь но приходит пришел Господь и пришел Бог святой который нечто делает он написано он обличит мир грехе он начинает говорить человеку о том что ты не прав так нельзя открывает человеку другие аризонты и приходит его Господь и когда человек прошел Господу тогда принимает в Девизианах 1 13 написано как происходит получение Духа Святого в нем и вы услышав слово истины благослование вашего спасения и уверовав в него запечатлены обертованным Святым Духом раз запечатлены обертованным Святым Духом раз вы запечатлены раз он есть в вас теперь в вашу жизнь можно отличить потому что он вас братья и сестры как состоит человек дух дух душа и тела Дух, Душа, Тебо. У каждого из нас есть Дух. У каждого из нас есть Душа. У каждого из нас есть Тебо. И мы по теле заботимся. Мы стараемся, мы трудимся для тела. Мы хотим иметь порядок в Душе. Чтобы у нас и душевный мир был. Но, друзья, дорогие, все начинается с Духа человека. Кто в Духе человека? Современное общество, молодежь, дети, да я думаю, в родине многие из старшего поколения, знакомое с современными технологиями. И здесь я скажу, друзья, вот, вы в курсе дела, что это такое? Поднимите в руку, кто никогда не слыхал, не знает, что это такое. Вы, подойдите, я расставлюсь. Одну руку вижу. Друзья, дорогие, это диск, на котором что-то записано. И каждый компьютер имеет место, куда его вставляют. Есть специальные приборы, не компьютер, куда можно вставить, слушать музыку, или вставить, или смотреть. Специальные приборы есть. Но диски практически они одинаковые. Размеры одинаковые, место одинаковые. Буквально на днях я случайно увидел, зашли эти женщины, они неченицы, видно было, что они не верующие. Они занесли, там, в метарку положили, вещи, и какой-то пакет просто. Я потом посмотрел, когда они ушли, а в пакете целый набор фильмов. Целый набор фильмов, целых разных, мирских фильмов, боевиков там разных. Знаете, тот, что любит мир, они принесли нас. Но я подумал, если разберут члены церкви, некогда мои писания читать, пока все эти фильмы туда смотрят. Я забрал, вот так вот, сожжу, мусор, и сдадим. Друзья, дорогие, но там точно такие же диски, но на них совершенно другое написано. У меня здесь на книгу помилование Тамара Лешникова. Можно поставить, можно слушать. В этом мире дом человека, он приниматель. Но дьявол ходит, как рыбающий лед, ищет его поглотить. Люди без Бога, мы читали с вами сегодня, они живут по воле князя, воспользующего в воздухе. Они живут по воле дьявола. И их заметно, их можно отличить. Хотя дьявол подделывать, хотя дьявол пытаются как-то пристроиться, чтобы не замечали, что он там в сердце человека, но в сердце которого не живет Христос, можно узнать. А Дух Святой он тоже поселяется в сердце человека. Он тоже хочет, чтобы мы пустили. И поэтому спросил апостол Павел, «Предели ли вы Духа Святого, когда вы веровали?» То есть изменилось ли что-то у вас? Почему вы так ведете? Почему так говорите? Почему так поступаете? Почему вот вы так? Вот эти 12 человек, которые были в Ефесе, он заметил, что что-то не так. Ведь Дух Святой, друзья дорогие, его качества, его свойства. Это, во-первых, Дух Христов. Человек пропитан Христом, Христос, на первом месте в разговорах, в пении, в словах, в желаниях. Римлянам 8, 9, мы читаем. Послание Римлянам 8, 9, стих, мы знаем эти слова. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не имеет». Дух Святой – это Дух Христов. Это Дух Христов. Иоанна 15, 26. Мы читаем. «Вам даже придет Утешитель, который я пошли вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Дух Святой – это Дух Христов. И если в сердце человек постоянно, везде свидетельствует об Иисусе Христе. Братья и сестры, Дух Христов мы читали сегодня, это Дух усыновления. Мы не просто формально говорим «Отче наш». Отец наш Небесный. Мы на самом деле чувствуем все наши чувства к Богу как к нашему Отцу. И доверие, и молитва, и слова, и благодарность, и все как к Отцу. Римлянам 8, мы читали с 14 по 16, смотрите, Дух усыновления. Дух Святой – это Дух усыновления. Мы теряем чувство сиротства. Мы чувствуем, что мы продлежим. Ибо все водимые Духом Божьим судьи Сыны Божьи, они водимые Духом Святым. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять же в страхе, вы приняли Духа усыновления, которым взывая Малоотче. Цей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Разбинно, детей Божьих. Братья и сестры, детей можно узнать, кто как ведет себя. Дети Божьи, они по Божьей ведут себя. Дух Святой имеет, он учитель, он учит, то есть он наставляет, душа наставлена, душа не оставлена. Иоанна 14, 26 написано, 14, 26, «Утешите же Дух Святый, которого пошлет Отец, вот имя Мое, научит, слышите, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Святой ведет учение, раскрывает учение Иисуса Христа Духу нашему. И 16, глава, 13 стих, Иоанн, 16, 13, мы читаем, «Коладар придет Он Дух истины, то настанет вас на всякую истину, ибо не подселял, говорит Боге, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Друзья дорогие, мы сегодня слышали уже, что Он Дух силы любви и целомудрия. Об этом написано второе послание Тимофея 1, 27 стих. «Вот Он Дух, обратите внимание, касающийся нас, как общество, как церкви, как собрание, ибо дам нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Вот она жизнь. Дух Святой проявляет себя в том, что мы сильны». «А в чем мы сильны, братья и сестры? Поскорбить? Обидеть? Знаешь, как? Мы сильны победить, мы сильны себя держать. Дух Святой силы, потому что самая большая сила нужна контролировать себя. написано в книге притча, владеющий собою больше завоевателя города, сильнее завоевателя города, если владеет собою. Дух Святой, Дух силы, дающий владеть собою. и Дух любви. Дух любви. Мы не можем не любить, мы не можем ненавидеть, мы не можем жить ко все прочие, мы любим, а любовь благотерпит, милосердие и так дальше. Мы особое общество людей, которые любят друг друга, потому что Дух Святой в сердце человека и Дух целомудрие. Это Дух контроля по цене чувствований. над плотскими желаниями. В любой сфере это контроль себя, братья и сестры, Дух целомудрие. Дух, который прославляет, я буду сокращать, напомню только Иоанна 16.4 и 15.26 Иоанна это Дух, который прославляет Христа. Он занят прославлять Иоанна 16.14 Он будет свидетельствовать и мне. Он прославляет. Он производящий плод. Друзья дорогие, в нас, вот таких, какие мы есть, какими пришли, Он производит свой плод. Галатом, Галатом 5, Галатом 2, 30. Смотрите, какой плод он производит. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, но таковых нет законов. Вот они плоды. Вот она красота, которой нет сегодня. И когда Даниил говорит, что народ святых потеряет силу, такую силу, братья и сестры, плоды приносить. Вы помните, что случилось со смоковницей, на которой Христос плода не нашел? Помните? Да не будет теперь. И вот она со слой. Зачем она? Приходит садовник, ищет плода, садов плода нет. Поставлю ее на этот плод. Если не принесет срубыш. Что ожидает бесплодную смоковницу? Смерть. Срубыш есть. Друзья дорогие, поэтому Дух Святой, если он есть, он плоды приносит. И один из них кротов. Знаете, как замена на прокость? Я любил свою каминскую церковь, в которой родился. В которой с трех лет мне очень запомнилось свидетельство первого брака, который уверовал. Они поехали на местницу в Андреевку, Борисовского района, стояли в очереди в 29-м году августа, в конце августа месяца, начало сентября, в этих числах. Стояли в очереди сдать зерно, смолоть, муку получить. И говорит, мы два молодых парня с села Ячекран приехали издалека, это 20 тысяч километров, привезли свое зерно и стоим в очереди с твернословым, развязанно ведем себя. А впереди стоял человек, который очень крот повел себя. Потом повернулся и сказал, а разве так Бог хочет, чтобы вы говорили. Началась беседа. Вечером мы сдались там, остались уже поздно ночевать в селе в этом Андрейке и попадая к этим этот человек пригласил к себе. Собрались братья верующие и мы допоздна сидели и они нам рассказывали об Иисусе Христе. И брат, который мне говорил, первый верующий говорил, знаешь, что нас поразило? Нас поразила кротость. У нас ее не было, а у них была кротость. Они так кротко велись себя. Они так кротко подшили Одному надо было уходить раньше, он говорит, так кротко, братья, разрешите мне уйти. Он не просто встал, ушел. Братья, разрешите мне уйти. Говорит, весь вечер мы были поражены кротостью этих людей. Друзья, дорогие, может быть, пришел апостол Павел в Ефест и в этих крещенных не заметил кротости. Может, потому задал вопрос, приняли и вы Духа святого уверовавши. Вот и Духа их видно. Друзья, дорогие, день и у нас именно Дух Святой, когда мы говорим о получении, нас интересует вопрос, как получить. Нас интересует вопрос, как узнать, видно, есть он у нас или нет, как получить, если получили, как сохранить. Вас интересуют эти вопросы? Друзья, дорогие, нас интересует. Это очень важный вопрос. Я думаю, мы еще будем завтра в собрании, вечером в собрании, мы еще эти вопросы затронем. Но мы должны знать, какого Духа мы имеем. Написано, не знаете, какого вы Духа. Христос сказал ученикам, когда они в ревности хотели сжечь селение, их там не принимают. Он говорит, не знаете, какого вы Духа. Братья и сетцы, а мы знаем, какого мы Духа. А мы знаем, какой Дух, если придет человек и видит нас в быту, увидит нас на работе, увидит нас в транспорте, увидит нас там, где мы есть. Человек определит, что мы другого Духа, что мы имеем Святого Духа. Определит или нет? Это очень важный вопрос. Потому что можно быть членом церкви. Ангел в Икийской церкви был обличен в том, что он нищий. У него не было плодов Духа, у него силы никакой не было. Он абсолютно был бессилен. И Христос говорит, верно тебе Иисус моих. Ты бессилен, ты слепый не видишь, что у тебя нет силы. Ты совершенно не заботишься об этом. Да, всего много у тебя, программ всего много. Тебе кажется, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Но силы в тебе нет. Ты слеп, ты над. А это одежда, это новое поведение, в котором мы читаем в послании Колоссяна. Мы будем сейчас молиться. Знаете, есть пшалом в нашем сборнике, есть возрождение, кто бы дал мне слезы с окружением. Мы говорим в Паполёх. И там есть такой туплет. Льются слезы у царя Давида, разве мало злата, серебра? Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Плачем ли мы, что мы бессильны? Плачем ли мы, что даже мотеристическое время эта церковь крестила по 40 человек? А сегодня нет. Мы потеряли силу. Друзья дорогие, мы потеряли силу проводить. Когда меня избрали в эту церковь на служение в 87 году, уже в 88 году я обратил внимание на одну сестру, которая провела за год 14 человек из своего поселка. Она простая сестра, но каждый раз заводила в кабинет после покаяния и говорила запишите и запишите и для других 14 человек за год. Мы сегодня бессильны. Не думайте, что мы сильны. Не думайте, что мы сегодня такие красавчики, которые умеют достаточно любить, прощать, покрывать. Друзья дорогие, нам есть о чем плакать. Нам есть чем каяться сегодня. Мы сегодня на грани. Сын человеческий пришел. Найдет ли веру на земле? Может нам ждут сегодня плачут потому, что вижу Дух Святой уходит от меня. И нам не программы нужны. Нам не какие-то новые темы нам нужно покажать. Просто покариться. Просто попросить у Господа прощения. Что у телевизора проводят времени больше, чем в Библии. Что всякой пустотой занято больше, чем Словом Божьим. Что молитва это такое забытое служение. Час молитвы, часть выделения специально Господу, для многих это забытое служение. Потому нет силы, потому нет способности приводить души, потому нет сил хотя бы свою душу провести в порядок, хотя бы с собою навести порядок. Друзья, дорогие, сегодня Дух Святой это тема радости, тема благодарности, это милость Божья, это Христос у нас, но наше состояние сегодня тема слез. И пусть Господь поможет нам действительно иметь в открытое сердце, потому Дух Святой дан повинующимся Ему. Деяние 5.32 Он дается повинующимся Ему. И если Он обличает, и если Он говорит, а так делает, а так делает, так написано, то делает. Дух Святой дается повинующимся Ему. Друзья, дорогие, мы будем сейчас молиться. Если кто-то желает покаяться, просить прощения у Господа, не откладывайте сегодня, скажите прости. Если у вас есть желание сегодня сказать Господи, я перестаю жить в своей вольной жизни, я хочу повиноваться Духу Святому, я хочу повиноваться всякому Слову Твоему, я хочу, я научи меня повиноваться, но скажите это несколькими словами. Знаете, длинные, красивые молитвы угошают Духа Святого. Угошают. Простые слова покаяния, они приближают действия Божьи в наши сердца. Мы скажем молитвы, если желающие покаяться сегодня, если желающие сегодня просить прощения у Господа, скажите это с Богом. Отец Небесный, Господь наш, мы сегодня перед лицем Твоим. Ты обещал перед Вознесением, что мы были в силу, когда сойдет Дух Святый. Но сегодня мы осознаем бессилье. Когда то Самсон увидел проблему, думал сразиться, но не знал. Не знал, что Господь его оставил. Не знал, что силой лишился он. Потому что спал. Проводи нас. Отец Небесный, помоги нам понимать, что прошло время пробудиться от сна. Прошло время разобраться с плодами Духа в нас самих. Помоги каждому из нас сегодня. Обратите внимание, имеем ли то, что должны иметь. И что мешает? Распорт наш. И даешь Духа своего не меру, но повинующийся. о нашей янке, о нашей гордыне, о нашей своеволии. Она стала поперек дороги Святому Духу на наших сердцах. Прости, прости, народ, Твои. Простите нас, Господи, что мы вместо слез порой так крепко спим духовно. И нас трудно разбудить. И мы ждем штурмов, мы ждем каких-то особых землетрясений, потрясений. Господь наш пробуждай и помоги пользоваться той великой силой, которую ты приготовил. Ты сам сказал, что приготовил силу, а мы не имеем. Помоги проверять себя. Помоги сегодня, Господи, обратить внимание на наше отношение к Слову, к молитве, к Тебе. Святому Духу и помоги, Господи. Времени осталось очень мало. Продаем руки Твоей жизнь, вождение, служение и благодарны Тебе за обетование. Благодарны Тебе за то, что Ты обещал, что Ты есть, что Ты дал. Помоги взять, прославить Тебя, принять и возвеличить Тебя в этом мире, где все больше и больше позорят имя Христа, где все больше и больше унижают это имя Смеха, где все больше и больше Бог возраивает этому имени. Помоги нам быть свидетелями сильными. Тебе за все слава Бог наш. Отец и Дух Святой Аминь. 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 Благодарю, Господь, за церковь городую, за слово, что звучит для малых и больших, за милость дай небе, за истину сгодую, принили благодарение и славы в пуст валили. И в церкви учащенье что ей подобной не достигают смыть, а истин и свечи. Всем сердцем быть хочу ученик способны понять и проявить твою любовь, твою любовь, твою любовь, твою любовь, твою любовь и лак свои. Благодарю, Господь, за новое рождение, нигде не будет отцепи избранной домой, и вон вокруг пушуют ветры уже учений, недорогу снигут и с каждым днем родней. И церкви учишь и не что не подобной, и постеляют смыть, на листик и земли. всем сердцем быть хочу учеником способным понять и проявить твою любовь, твою любовь, твою любовь за тихие часы кругу родной семьи, за то, что есть кому в моем переживании, с ними отнести и желать быть твоим. Ты цвет не учишь и не школы ей подобной, не постеляют скрыть, с кристи люди земли, всем сердцем быть хочу, учеником способным понять и проявить, твою любовь, твою любовь, твою любовь твою любовь не нас стоит.